Военная ситуация здесь, скажем так, давно эти были позиционные бои, именно промзонов, где все это знали, об этом говорили во всех средствах массовой информации. Может, в последние месяца об этом стали меньше говорить, потому что вроде бы как одно и то же, потихоньку и так далее. Но именно последние боевые действия, когда на плечах противника, наши вооруженные силы, заняли некоторые опорные пункты боевиков, они очень, скажем так, болезненно это восприняли, потому что эти наблюдательные пункты посадки, так называемые, но они вышли непосредственно к той развязке, где уже не просто огневой контроль, а уже чуть ли не визуальный, скажем так, физический контроль той дороги, которая идет с Горлобки в Донецк или с Донецкой Весеноватой. И эта ситуация, она очень, ну, скажем так, она для боевиков вообще, в принципе, для правительства, так называемой ДНР, она очень болезненна. Поэтому они понимают, что, скажем, в случае, да, как они же все это думают, они об этом говорят, в случае наступления украинской армии, ну, то есть уже практически это через полчаса войска будут уже в центре Донецка. То есть у них нет там ни предохранительного рубежа, никаких наблюдательных пунктов уже не осталось. Поэтому, в принципе, это, может быть, ну, как сказать, неправильное слово спровоцировало. Может быть, они решили, скажем так, вот, ну, скажем, жестко в этом плане, как говорится, начать реагировать. Уже невзирая ни на что, ни на жертву мирных жителей и так далее. Вот эти, как говорится, артобстрели. То есть, по сути, в принципе, оно к этому все шло, но рано или поздно, ну, вот, вроде бы, как у кого-то не держались нервы. Ну, но, тем не менее, очень много лунало, снова таки, таких вот версий, что все это связано с переговорами на международном уровне. Пан Олександр, что вы думаете с этого привода? Давайте, как бы, вернемся вот к тому, о чем говорил Константин. И, собственно, о том, что вы спросили, что спровоцирует Константин, в принципе, отчасти это сказал. Есть Минские соглашения, да, вот берем это за Константу. То, что два года назад подписали. Одним из первых пунктов, по-моему, там, прекращение огня, да, есть линия разграничений, есть некая серая зона, которая должна оставаться ничейной. И вот Константин, получается, сказал о том, что украинские войска нарушили Минское соглашение, то есть начали отжиматься за эту серую зону. Об этом же, кстати, говорили... Ну, секунду, секунду, я вас извиняюсь, я, конечно, не хотел перебивать, но я такого не говорил, что украинские войска... Но вы сказали, что украинские войска заняли опорные пункты ДНР, да? То есть, значит, они перешли серую зону, и они даже вышли за серую зону, то есть за линию разграничений. Или как они оказались там? Вообще, Минские соглашения, в которых прописана вот эта линия разграничений, так называемая серая зона, она четко определена на карте. И как раз вот сейчас все бои, не только возле Авдеевки, все бои практически по линии разграничений, и Дебальцево в том числе, чтобы вы понимали, оно в зоне украинской территории. А вот эта линия разграничений, которая, может быть, де-факто она была вот там вот, как вы говорите, эта линия разграничений... Вы сказали. Правильно, я сказал, но не нарушение Минских соглашений, я сказал. То есть, наступление, так называемое ползучее наступление, о котором, кстати говоря, средства массовой информации Украины, в частности, там, Келеканал 1 плюс 1, сообщали еще 29 января в своем эфире, беря интервью у солдат, находящихся там, украинских, которые рассказывают, ну, мол, тут вот немножко тут подкралось, а тут подкралось, а тут ты заработал, и тут ты заработал. По сути, идет речь о том, что Украина, вот вы тоже говорите, Украина нарушила режим тишины, потому что тишина заключается не только в том, чтобы пушки не стреляли, но и в том, чтобы солдаты через... Сгоночка, Сгоночка, я сказал такие слова, я сказал такие слова военной терминологии на плечах противника, войти в крепость. Я понимаю, что такое на плечах противника. Сгоночка, можно просто отбиваться, можно позиционно, как говорится, обороняться, но один из видов обороны, это тогда, когда идет наступление противника, и, скажем так, оборонительные действия, в том числе и контратака. Поэтому вот именно элемент оборонительных действий, когда наступавшего противника просто-напросто, как говорится, преследовали и заняли те оборонительные их позиции, те наблюдательные пункты, из которых они систематически в последнее время проводили штурмовые действия. Константин, у вас новые вводные появляются, то есть в предыдущем вашем выступлении вы ничего не говорили о наступательных действиях противника. Солдаты, которые давали интервью 29 января канала «Один плюс один», они тоже ничего не говорили о наступательных действиях противника. Они говорили о собственных наступательных действиях. Кроме того, вот знаете, есть моменты... Я же сказал, на плечах противника как раз это и подразумевается ответ на наступательные действия противника. Но на плечах это не обязательно контратака. Это обязательно контратака. Это, например, на плечах бегущего противника. То есть бежит, и вот мы как бы бежим, захватываем крепость, входя буквально в стык-в стык. Ну, может быть, с этим и соглашусь. Может быть, как говорится, интерпретация данного выражения, может быть, она может быть и такая. Но в любом случае, во всех средствах массовой информации еще неделю назад четко говорилось о том, что штурмовые действия начали с той стороны. Именно штурмовые действия, скажем, пехотой противника. Да, но при этом, знаете, всякая ложь, она оставляет какой-то след, недосказанность. Вот, собственно говоря, вот вам было очень трудно объяснить, почему, что делали украинские войска, наступающие во время режима тишины, объявленного еще два года назад через линию сопротивления. И у вас постоянно вот выскакивают какие-то нескладухи. То плещи противника, то оказывается там контратака, это уже какая-то была. То линия разграничения не там. При этом вы же говорите, что линия, то есть, при этом вы говорите о том, что вышли на линию, там, дороги, вот этой вот Донецкой, сеноватой, дальше пошла на горло, в Кударова. Да, то есть, вы как-то себе противоречите. Но это говорит о том, что вы немножко лжете. Мое мнение. Вы знаете, мне вот иногда, вот смотрю на вас, такая ситуация, что вот вы, может быть, находитесь на территории Украины, но такое ощущение, что вот вы как глаз вот той стороны. То есть, кто говорит правду, тот глаз той стороны, да? Нет, именно... Это у Орла говорится, да, то есть, говорить правду вот среди экстремистов, это быть самым большим экстремистом, что-то такое звучит. В общем, поэтому, да, я говорю правду, и этим я неудобен, и этим я экстремист. Вот, а вы, вы лжете, вы разжигаете. Вот тоже, с чего начала Елена этот час. Она начала с того, что штаб АТО сделал сообщение о том, что начался штурм. Я эту новость тоже прочитал перед программой. У меня масса знакомых, друзей в Донецке. И я спросил их, ребята, что там у вас происходит? Они говорят, тихо. Я говорю, ну, там, пробежитесь, вот, на Северном тихо, на Путиловке тихо, никто не стреляет. Зачем делается сообщение... Постепенно поведомление штаба АТО. Зачем это сообщение делает штаб АТО? При том, что вот даже Жибривский говорит о том, что сейчас не стреляют. Ну, по его выступлению проскользнуло, что не стреляют, потому что мы сейчас завершаем работы, там единственное, был обстрелян человек на столбе из стрелкового оружия. То есть артиллерия не работает, ни ствольная, ни реактивная артиллерия не работает. Для чего врут? Для чего разжигают? Извините, и там украинцы, и здесь украинцы. Нет, и там украинцы, и здесь украинцы. Зачем стравливать... Где там украинцы? В Донецке. Те, которые из градов стреляют среди жилых кварталов, и вы их называете украинцами. Давайте их называть теми словами, которые называет их весь мир. Ни я, ни вы. Какие слова? Это террористы. Слушайте, по поводу террористов было очень интересное сравнение заголовков. По поводу террористов. Один заголовок. Активисты взорвали мост железнодорожный. Второй заголовок. Террористы под Дебальцево за 12 дней восстановили мост. Вот, пускай, назвайте их террористами, хорошо? Пусть это будут террористами. 700 тысяч жителей Донецка террористы. 400 тысяч жителей Матиевки. 700 тысяч жителей Донецка не воюют. Так, извините, по ним прилетает. Вы видели прилеты в Донецк? Весь Киевский проспект начинает... А до этого не прилетало. На Краматорск, на Мариуполе. Я не пойму, извините, а в каком звании в ДНР находитесь, а? Вот честно сказать, я вот смотрю, я первый раз общаюсь с таким человеком, который... А вот вы кроме как ярлыки вешать, наверное, ничего больше не можете. Помимо ярлыков я еще многое, что умею. Ну, расскажите. Я рассказывал все эти два года. И три года назад я на войне так же рассказывал, только не словами о действии. Вы как член Народного фронта действительно три года много чего делали. Разрушали эту страну, рушили экономику этой страны, уничтожали население, падение того же численности населения, падение ВВП. Это все ваш Народный фронт. Так, вы делали два года. Вы действительно не сидели на месте. Ну, знаете, мне не хочется, конечно, вступать в перепалку с явным врагом, которым, я уже понимаю, именно политическим врагом. Хотя, были бы у вас, была бы у вас в руках оружие, я бы назвал бы уже, как говорится, врагом на фронте. Действовал бы по-другому. А то, что вы сейчас говорите, вот, ну, скажем так, даже некорректно вы рассказываете соответственно моих слов, там, сжать и врунтом и так далее. Я нашел противоречие в вашем высказывании, я вам на его указал. Вы начали, велите петлять. Это, извините, признак лжи. Человек, который говорит правду, ну, знаете, говорят, говорить правду легко и приятно. Не надо петлять, не надо, вот, юлить. Просто говоришь, как оно есть, и все. И речь течет, как река. А тут вот, ну, вот я так вот сказал, а теперь я вот немножко по-другому скажу. Я просто сказал, что у меня есть ощущение, что вы лжете. Если я лгу, вы лечите меня. Пока только ярлыки. Пана Костянтина, ваша реплика и трешечки инши, зараз ракурсу возьмемо тему. Реплика? Ну, вы знаете, как бы там ни было, я удивлен тем, что на эфирах украинского телевидения, на таком вот уважаемом канале, как вы, выступает человек, который, ну, пусть пока еще не призывает, но говорит о том, что террористы, враги нашего государства, это нормальные люди. Все нормально, они там хорошие, они белые и пушистые, а здесь все врут. Вот вы опять передергиваете, я говорю, 700 тысяч людей в Донецке, это террористы, 400 тысяч в Макеевке, 100 тысяч в Харцизском, 100 тысяч в Шахтерске, 100 тысяч в Снежном, 300 тысяч в Горловке, это враги. Я говорю о том, что террористы, которые стреляют, которые обращаются с оружием, которые убивают наших людей, которые нарушают, скажем так, законодательство Украины, и вы в том числе. А ну, интересно, а где я нарушаю законодательство Украины? Можно поподробнее с этого места? Я сказал свой реплик. Кроме того, как ярлыки, больше наши народные депутаты от Народного фронта ничего делать не могут. Ну, собственно, как стены, так и все остальные. Стосовно так, все ж таки ярлыки в стосовно цією темы загострения. Вот, как вы считаете, международный аспект тут мое место? Перемованный президента Порошенко и Испании Меркель, и вот, власное, чекание на инаугурацию Трампа, знову ж таки, чекание на слово Трампа, стосовно Украины, перемованный с Путином. Вот, знову ж таки, это каким-то чином влияет на нынешнее загострение ситуации на Сходе Украины? Вы знаете, ну, в любом случае, я высказывал как-то свое мнение, ну, может быть, это действительно будет мое мнение, относительно того, что санкции очень болезненно сказываются на экономическом состоянии России. Но все санкции, насколько я знаю, привязаны к Минским соглашениям. И все говорят, вот такие вот индивидуумы, которые сидят рядом, о том, что не работает, не работает Минский соглашение, их надо отменить, все что угодно сделать. И, может быть, вот это обострение вот этой ситуации лишний раз подталкивает к тому, чтобы уже даже и в Украине, и там, может быть, руководство нашей страны отменило эти санкции. Ну, так они хотят. И отмена, вернее, не санкции, а Минские соглашения. И вот эта отмена этих Минских соглашений ведет прямиком к тому, чтобы потом та же Россия сказала, извините, все привязаны санкции к Минским соглашениям, которые сама же Украина отменила. Я еще раз говорю, это не говорю, что это так будет, сценарий. Ну, это, как может быть, какая-то предполагаемая логика вот тех событий относительно тому, кому это выгодно. Поэтому все заявляют, говорят о том, что альтернативы Минскими соглашениям на сегодняшний момент нет. Мы их соблюдаем. Украинская сторона их соблюдает. То, что хотят выдать, как говорится, ложь за правду, ну, это такое дело, как говорится, в любом случае. Меня просто удивляет то, что собеседник говорит о том, что там все соблюдают. Там абсолютно все соблюдается, все нормально, все хорошо. Вопрос стоит в том, что по Минским соглашениям, извините, дозволено только стрелковое вооружение. И вот та сейчас крупнокалиберная, или как правильно назвать, это 120 миллиметров, 152 миллиметра, применяется только с той стороны. Они белые и пушистые. Вот в чем вопрос. Градул упасят. Уже эти грады мы год забыли. Эти грады снимаются непосредственно с Донецка. Они стоят среди жилых кварталов. Это уму непостижимо. Когда сами дончане говорят, и уже там, вплоть до того, что уже сами дончане, ну, я не знаю, как у них это получается, я удивлен их несмелости, препятствуют стрельбе этих боевиков, этих уродов. И вы говорите о том, что Минские соглашения, скажем так, к нам и нарушаются. Давайте так. Я, во-первых, не говорил, что та сторона не стреляет. В том числе я не говорил, что она не стреляет артиллерия. Но вот вы сейчас вкладываете мне слова, которые сейчас придумали сами, начинайте мне вкладывать, как будто это я сказал. Слава богу, у меня есть возможность вам ответить. Теперь, что касается, как бы, Минских соглашений. Да, я считаю, что проблему нужно решать мирным путем. Раз уж договорились до того, что написали в этих Минских соглашениях, очень трудное, кстати, соглашение, в частности, для Украины. Причем, мне кажется, для Украины оно гораздо труднее его выполнить, чем для той стороны. Но раз уж договорились, раз уж поставили под ним свои подписи, то надо выполнять. А что касается, ну, стреляют, там, крупнокалибренные, то я еще раз повторяю. Ну, вот под мотелем два дня назад, мотель, да, знаете, в Донецке вышло с Константинов, для своего рода, вот в мотеле что-то очень крупное прилетело. Явно не автомат. Я вас перебью. Потому что мотель, мотель-то я прекрасно знаю. Это та развязка, где я сам и не дончанин, но постоянно въезжал в этот город через мотель. Я эти вот дома, вот этот снесенный дом, вот эти деревья и так далее. Но вы же, вот если вы более-менее умный человек, откройте видео, откройте фото, там, птичьего полета, вы хоть одну воронку там увидели? Там снесенный дом и поваленные вот эти вот битборды и деревья. Если там что-то прилетело, ну, наверное, хоть какая-то яма там будет. Откройте внимательно, пересмотрите. И четко уже говорится, что сдетонировал перевозимый боекомплект грузовиком. Да, я слышал эту версию. Ну, так слышал, так посмотрите, там увидите хоть одну воронку. Если увидите, скажете, что я действительно соврал. Знаете, я вот этот вопрос уточню у тех моих знакомых, которые есть, которые находятся в ДНР. Да уж сразу Захарченко уточните, а? Ну, есть здравый смысл, есть глаза. Где открываешь и смотришь, и внимательно смотришь. Нам видео есть в интернете, где минут 10 вот так вот с птичьего полета все это показывается. Почему я должен вам доверять больше, чем людям, которые я знаю 20 лет? Не мне доверяйте, видео выложено в интернете. Вот я и уточню. А звонить Захарченко, ну, это, может быть, крайний вариант. Слушайте, я... Ну, у нас там друзья, все там товарищи, я не пойму. Вы опять мне вкладываете в уста то, что я не говорил. Вы, кроме как я, руки вешать, вы больше ничего не можете. Почему? Может быть, просто не хватает чего-то... Есть еще вопросы? Есть еще вопросы?